Друзья мои, всех приветствую, всем приветики! Решила включиться, у нас время вечер, муж занимается своей работой, а я хожу, дышу свежим воздухом. У нас сегодня замечательный денёк, ветрено, правда, ну, можно сказать, тепло, солнышко. Мы с Матвейкой вышли погулять, мы стряпали вареники, наелись, потом отдыхали, я убирала посуду, в общем, занималась домашними делами, я говорю, пойдём посмотрим, чем занимается папка. А папка наш решил заняться туалетом, сегодня они таскали, они сегодня вывезли дрова с участка, сюда вот сложили, ну, пришла посмотреть, потихоньку мастерит, горбыль нам так и не привезли, ну, сегодня суббота, кто в субботу привезёт? Так что, я уже сегодня, знаешь, что думала, я говорю, на следующий месяц надо заказывать, сразу заказ делать, на месяц вперёд, может, привезут, раз у них такая, это, доставка сложная. Ну, что ты стоишь, думаешь? Я тут немножко ему подсказала, доски такие толстенные, старые, вот тут вот, в общем, ляпает из того, что есть. Не знаю, смотри сам. Не есть, не есть чего делать, да? Ну, что сделаешь, вот видишь, был бы горбыль, я говорю, хотя бы вот это место сделай, а тут, может быть, может быть, на неделе привезут, опять на неделю ты на работу выйдешь, уже потом некогда будет, считай, делать, хоть что-то доделать. Да нет, не стоит никак парень спокойно. Давай, помогай, Вану, с учёничь, чем-нибудь заниматься. Ну, пойдём, посидим на качеле, да воздухом подышим. Вот у мужа тут старый запас, старых досок. Чё? Не убрал один-то, забыл. Так что сейчас вот это всё заберёт на тачке. А где у тебя тачка-то? Ну, тут вот тоже хламидо, всё надо испиливать, убирать. Конюшня ждёт своего часа. Когда, Сашка, всё это сделаться, а? Не знаю. Не знаю, говорит. Рекся. Ты это тоже туда же забираешь, что ли? Ну, это не толстый, но как раз нужно. Ну, оно. Ну, оно доброе, чё? Старьё, но доброе, не гнилое, ничего. Уйдёт. Колёса вот убирать. В колёса садил нынче эти, кто они, называется, Георгины. Георгины выкопал, колёса убрал. Да? Да. И вот так проходит выходной мужа, да? Сегодня целый день с досками, с дровишками. Там с участка вывезли, напиленное. Две поленницы. Ну, тут хоть хламьё уберётся лишнее. Всё, надо убирать, подбирать. А то снег выпадет, и всё. И завалит. Да? Да. Чё, они нормальные доски. Ну, на туалет-то пойдёт, ещё потом можно обшить чем-нибудь, или так. Ничего страшного. Поехали. А мы, девочки, пришли в огород. У меня тут новый щавель вылез. Щавель. Что-то так захотелось. Свеженький, хорошенький. Зелёненький. Ой, красота. Я хочу в теплицу сходить, посмотреть, потому что погода уже всё нелётная. Листик рвёшь? Ну, срывай, не бойся, срывай. Тут у нас кто? Тут Мишка. Он у нас в том огороде ходил. Мишка ходит. Посмотри, девочки, перцы. Замёрзли, нет они у нас. Ну, тепленько. Я бы сказал, они ещё буйно растут. Такие холода были. Ну, перчики. Так, девочки, жалко. Сорвать-ка на салат немножко. Я говорю, посмотреть хоть. Хотела вырвать их. Но мне что-то жалко их вырывать пока. Может, ещё подрастут. Мелочи столько много прям. Подрастут. Подрастайте давайте перцы. Прямо вообще. Весь куст увешан. Тут вот аж завалился кустик-то. Сколько перчиков. Чё, сыненька? Перчиков-то много. Не успели наши перцы вырасти. Да? Да, красота, конечно. Здесь красный ядрёный перец. Немножко на салатик сорву. Такие вот перчики. Которые-то поменьше, которые-то побольше. Так что стоят пока, девочки. Не буду пока вырывать. Пусть ещё порастут. Листья хорошие. Даже цветёт. Чё, они замечательные перцы на салат. Жаль, конечно, что они у меня поздно начали плодоносить. Сейчас бы сколько перца было. Вообще. Ну, мы ели, конечно, понемножку собирали. Ну, я не скажу, что прям много его. Но вот сейчас вот прям все кусты увешаны, можно сказать. Прям зелёный такой красивый, девочки. Сочный, ароматный. Оба. Камера немножко подпазопала. Красота. Ну, не красота ли? Перчики. Растите давайте до октября месяца. Маленько на салатик нарвём. Собрала, девочки, немножко на салат. Ну, тут, конечно, много, но я дом 2 унесу. Здесь сделаю. У нас где-то огурцы свежие были. Огурцов уже, конечно, нет. Тут всё уже давным-давно вырвано, убрано. Так что посмотрим. Сейчас, может, салат сделаем. Мне так захотелось салат. Друзья мои, всем хочу сказать огромное спасибо. Я сейчас немножко зашла, почитала комментарии, чтобы на них ответить. Потому что некоторые пишут и на том канале, и на этом канале. Повторяются. Сегодня туда ролик выложил, ничего не отвечала. У меня перепады настроения, девочки. Перепады настроения. Пошли гулять. Я говорю, зайти в теплицу, может, перцы вырвать. Думала. Думала, что они замёрзли. Потому что на улице холодина, ночами вообще заморозки бывают. Так что поудивилась. Я говорю, перцы даже поднаросли. Потому что оставляла совсем малюсенькие. Такие вот. Вот такие, можно сказать. Маленькие. Ну вот красненькие даже поспел. Хотя маленький. Вот. И ничего. Хорошенький урожай. Ну ещё постоят. Огурцы, девочки. Тут остатки. Последнее. Захотелось. Не знаю. Хочу прям что-то кислого. Наела щавеля. Достала лимон. Может быть, прям пополиваю лимоном. Так, в общем, комментарий. Спрашивают. Есть ли у Толи свой канал? Вот. Нет у Толи канала, девочки. Он канал не ведёт. Ему канал вывести некогда. Вот. Это просто он по своему желанию. Я его просила. Ну как просила. Я говорю, Толя, будет что-то интересненькое, допустим. Да? Дорогу свою там. Ну если ты посчитаешь нужным. Я говорю, отправляй мне на WhatsApp. Я тут вставлю немножко. Люди посмотрят. Так что вот он немножко и поснимал. Ещё поснимает. Так что он уехал в гости. В гости. Они собираются ехать отдыхать. И я надеюсь, что отдых нам будет этот снят, показан. Так что, девочки, ждём отдыха. Через несколько дней они будут уже вылетать. Если будет хороший интернет, я надеюсь, что будут ролики от Толи. Так, ещё был комментарий вчера, во вчерашнем видео. Далеко ли от меня живёт Олеся. Олеся от нас живёт минут 30-40. Ну это пешком идти. Ну на машине что-то, на машине 5 минут. Вот. Мы жили там, девчонки. Мы, получается, жили по соседству с Олесей. Так мы с ней познакомились, можно сказать, в соседях. Ну, мы уже жили. Она, в общем, вышла замуж. Мы с ней познакомились и стали дружить. И дружим уже, что у нас, получается, парням нашим по 13 лет. Ну, лет так 14-15 мы дружим. Вот. Ну что, огурчики свеженькие. Такие ароматные. Ну всё, всё уже. Скоро будем покупные кушать. Конечно, и не хочется. Ну уж куда деваться. Захочется свежего. И купим. И будем. И зимой ведь тоже покупаем. Правильно? Ну, кто-то не покупает. Кто-то экономит. Кто-то не любит такие огурцы. Не знаю. В общем, у каждого своё. Не знаю, что-то не так салата захотелось. Мы сегодня вареников настряпали творожных. Я, девочки, ела вареники с тыквенным вареньем. Вкуснятина. Первый раз такое попробовала. Мне так понравилось. Тыквенное варенье с апельсинами делала. Оно в холодильнике постояло. Стало холодным. Стало холодным. Ну, из холодильника. Потому что я его когда сварила, попробовала. И больше я его не пробовала. А сегодня достала баночку. И решила что-то попробовать с варениками. Такая вкуснятина оказалась. Так что вот так. Наелись. Ну, время уже что? Всё. Управка скоро. Муж пойдёт управляться. Он там занимается, в общем, туалетом. Делает из того, что нашёл. Так что надеюсь, что закончить. Но время уже полседьмого. Полседьмого. Так что сейчас сделаю салатик вкуснейший. Ну, а там уже что? Про гулямс сходим. За скотиной. Всё. Я особо сегодня ничего такого не делаю. Вот домашние дела. Вот что-то делаешь, делаешь вроде как. И ничего не делается. Такое ощущение у меня личное. Глобальных таких дел нету. Вот. Так что. Так, ладно. Буду, девочки, резать салат. Салат с лимончиком. Чё? Ешь лимончик? Матвейка тоже лимон просит. Витаминов что ли хочется, да? Витаминчиком захотелось? Так вот поддавим соку лимонного побольше. Ммм. Какая вкуснотища. Салат. Салат, да. Мама сейчас посолит. Мам, мам, мам. Ты будешь есть салат? Ты не ешь такого-то у вас. Так, этот сок убирать. Ну вот, девочки, у меня ужин. Марина, ты будешь салат кушать? Нет. Ты не хочешь? Не знаю. Парни сказали, вроде будут. Даня сказал, это тоже будет салат, да? Тоже будет салат? Ой. Что-то так кислого захотелось в раз. Всё. Вкуснейший салат. Летний. Осенью. Готов. Так что. Сейчас я немножко перекушу, и мы снова соберёмся. Пойдём на улицу. Ой. Снятина. Не плачь. Сюда нельзя. Сейчас гулять пойдём. Мы уже, девочки, поужинали. У нас такое красивое небо. Сейчас вышло, смотрю. Красота. Красота. Небо тут. Посмотри, такая красота. Красота, да. Вообще, такие переходы. Там такое небо. А здесь прям красно. И там дальше за деревьями тоже красно было. Какая красота. Класс. Вот отсюда видно. Прям вообще красота. У нас, девочки, время 7 часов вечера. Начало. Начало совсем маленькое. Восьмого. Всё. Побежала. Свобода. У звезды. Красота. Прохладно немножко. Прохладнее стало, потому что мы, наверное, часа в 4 гулять ходили. Ой, мы сегодня гуляем, гуляем. Погуляемся. Идём домой. Дома поделаем. Снова погуляем. Коровки там. Да. А сейчас к вечеру что-то похолодало. Даже в халат у меня тёплый. Ой, ходила в пальто, потом говорю, да, что-то пошла. Одела халат. Прогуляемся. Шапку поменяла. Потеплее одела. Прохладно. Ручки замёрзли? Замёрзли? У-у-у. Мы с тобой не взяли перчатки. Ну всё, мы сейчас домой пойдём. Домой. Мамка перцев кулёчек собрала. Наелась салату. Вкуснейшего. Катаря говорит, мать, ты что добавляла? Лимон? Я говорю, да. Что-то мне так захотелось. Кислого, видать, захотелось. Ну что, щавеля наелась, салату наелась. Всё. Довольна. Так что, такой у нас, девчонки, денёчек. Ничего интересного нету. Немножко вам поснимала. Ну вот. Так и пролетел день. Завтра будет новый день. Будет день. Будет пища, как говорится. Что нам новый день преподнесёт, мы пока не знаем. Завтра будет видно. А вам пожелаю всего доброго. Всего вам хорошего. И до скорых встреч. И огромное всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok